Вячеслав Овчинников Музыка Овчинникова звучит в мировом дебюте Андрея Тарковского, в фильме «Иваново детство», получившем Гран-при Венецианского кинофестиваля. На войну и мир, в будущем первый отечественный оскароносный фильм, Сергей Бондарчук пригласил именно его, тогда еще 20-летнего студента консерватории. В других картинах Бондарчука они сражались за родину, степь, Борис Годунов, тоже звучат благородно сдержанные мелодии Вячеслава Овчинникова. Но отнюдь не только музыка для кино делает его имя всемирно известным. Его симфонические произведения, оперы, балеты, хоровые и вокальные сочинения, выступления в качестве дирижера. Известен уникальный случай, когда симфонию номер один Вячеслава Овчинникова зал потребовал исполнить на бис целиком. Хотя она длится всего 24 минуты, но для биса случай исключительный, второй в истории музыки. Подобный успех познал только Брамс, когда представил публике свою знаменитую третью симфонию. Жизнь его перенасыщена драматическими событиями. Его отчисляли из консерватории и комсомола, делали изгоем. Звание народного артиста России он получил, не побывав в заслуженном. Фактов хватило бы на несколько бурных биографий. Не случайно сегодня в планах композитора написать книгу о своей жизни. Вячеслав Александрович Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Травянки балы. Спасибо, что принимаете в гостях. Почему по-украински? Да, так я всегда здороваюсь. С Бондарчуком так здоровался всегда. Я же донской казак, а он кубанский казак. Мы друг друга так всегда. Я, кстати, как раз читала вашу биографию перед тем, как приехать. И там очень интересная история, как Бондарчук брал вас на картину «Война и мир». Приглашал. Приглашал. Потому что взять меня было ему трудно. Дело в том, что Сергей Бондарчук сам в то время еще не был окончательно утвержден с картиной. Но композитором на ней хотел видеть именно Овчинникова. С ним негласно, конечно, конкурировали классики с ленинскими премиями. Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Хренников. Овчинников был студентом. Но уже имел за плечами Иваново детство, фильм «Каток и скрипка», картины, о которых говорили и которые, конечно, видел Бондарчук. Первая встреча с ним произошла еще, когда он был на пятом курсе консерватории. Я помню первое впечатление от его музыки. Это была первая симфония его. Я помню, не один был. Были еще мои друзья, кинематографисты. Ну, нас произвело тогда огромное впечатление. Огромное. И я решил пригласить тогда молодого, по-моему, было 22 года. Решил пригласить его композитором на фильм «Война и мир». Я, конечно, не хотел, но считалось, работать непристойно. Шаг назад. Попса была? Нет, это не была попса. Я потом, когда приходил, я сказал, только измените, я буду делать то, что я делаю всегда. Но так как мои режиссеры были очень образованные и музыкально образованные люди. В конце концов, он мог бы у меня, конечно, и не добиться. Он тогда, его вопрос решался еще. Он сам решался. Его избирали. Ну вот. А я написал четыре номера и показал их. Вот таким образом я мог противопоставить себе этому награжденному человечеству. И все равно, когда я победил, музыка моя понравилась, то коллеги, которые сидели с Фурцевой, я помню, она спрашивает, ну, как же так? Я тогда воспользовался интересным случаем. Сейчас вот Фидель Кастро уходит, а брат его идет на власть. Опять вспоминается мне этот Рауль Кастро. Он ходил по Мосфильму, показывает, как она снимается. Рауль Кастро? Да, брат, он тогда был молодой, но он лет на пять меня старше. Получается, что когда мы вспоминаем наше прошлое, Пушкин молодой, достиг 36 лет больших, Лермонтов, все это нормально получается. В Неветинов вообще в 21-23 года умер. Вот. И вдруг, когда мы себя, ну, как-то, я так рассуждал логику. А потом я говорю, сейчас ходит молодой министр, министр военный. У него дела более серьезные, чем писать музыку. Мы нормально это воспринимаем. О-о-о-о, сказал Фурцината, речь не мальчику, но мужа. Поддерживать, так поддерживать. Позревел по столу рукой, и так я победил. А с Сергеем Федоровичем ты как складываешь отношения? А с Сергеем Федоровичем было ужасно ржаться, ему уже не пришлось никуда ходить, там не Хрущева больше меня защищать, все это было. С ним легко было работать? С ним, я не знаю, как им за мной, но я им делал 10 раз больше того, что они хотели. Старался как можно. А как с ними? Значит, легко. Ну, вот просто вы работали с кого-то, с линиями режиссером. С словом, легко, мы же не легкости ищем. Мы работали, как говорится, во имя Родины. У нас другие были задачи. Мы хотели на такую высоту ввести вообще вот наши ценности, именно русские ценности. Ну, вот уже война и мир, правда? Толстой. Вот, потом и контингент был. Смотрите, мы два года работали бесплатно, потому что когда Хрущева сняли, и Фурсова осталась без особенной поддержки, она нас поддерживала. Мы два года работали бесплатно, и когда только московский фестиваль дал нам гран-при, мы собрались 27 дней, мы не спали 27 дней, картина, потом по больницам все развалились лечиться. И взяли этот приз гран-при Московского фестиваля, нам отпустили все деньги, дальше мы уже... Я контракт, помню, подписал, отдал свой долг Сергею Володимировичу Михалкову, я им был деньги должен большие, вот. Ну вот, и, так сказать, все мы уже работали за деньги. И, ну, хорошо, мы, мы там художники, как нас называют. Вот, а, осветители, рабочие, все, они тоже как-то терпели. А на что надеялись? Они терпели, а это патриотизм. Вячеслав Александрович, ну вот все-таки, как бы, такие три крупные имени, Бондарчук, Кончаловский, Тарковский, вот в личных отношениях... Почему, Довженко. Довженко. В личных отношениях режиссер-композитор, в чем разница? Ну, мы были, фактически, мы были уже друзьями. Я ведь, фактически, 15 лет почти не расставался с Домом Кончаловский. Вот это тоже потрясающая история. Потому что мы учились в училище вместе. Мама бы обожала мою музыку, а всем... Нет, я же был вундеркинд. Если вы же сейчас говорите, мы сейчас говорим о вундеркиндзме. Я же приехал, меня привез Давид Тольстов, я, скажем, на скрипке играл, как... Какой-то странный, не еврей, играет на скрипке, как еврей. Так, шутили обычно, потому что я играл, как еврей. Я переиграл всю литературу уже 10 лет. У меня уже показывали. У нас к нам приезжали музыканты из Москвы. Гидельс, Буся Гальштейн знаменитый. И играть приезжал, Безродный, все они, все, все... Ну, сразу меня показывали. Вячеслав Овчинников родился в семье офицера и донской казачки в Воронеже. Сколько исключительных имен дал миру этот город? Вот Веневитинов, Кольцов, Никитин, Крамской, Ге, Платонов, Бунин. Сегодня Вячеслав Овчинников, почетный житель Воронежа. Одаренным детям города вручаются его именные стипендии. В музыкальную школу будущий композитор поступил поздно, в 9 лет. В эти годы люди обычно уже хорошо владеют музыкальным инструментом, начав осваивать его лет в 5-6. Но в судьбе Вячеслава Александровича этот возраст знаменателен тем, что к 9 годам он уже сочинил произведения, которые исполнялись. Одно из них он даже использовал в картине «Война и мир». Одним словом, он рано познал славу. Его фамилия была на слуху, люди специально приезжали в Воронеж посмотреть и послушать одаренного школьника. С юных лет его поддерживал Тихон Хренников. Он подолгу жил в доме Михалковых. Наталья Петровна Кончаловская считала его сыном наравне с Андреем и Никитой. Все понимали, у него удивительный дар. Рассказывают, что поступив в консерваторию, он мог на спор по памяти записать любое классическое музыкальное произведение и разложить его на партитуры. Были у меня меценаты, вообще за меня драковал, за меня, в общем, боролись, рвали на части. Сначала у меня были меценатами Дзелинские, семья академика Дзелинского. Но знаменитый он был совсем... К Салину ходил как себе домой. Но вот нет, Наталья Петровна-то вас не только за дарование полюбила, а за какие-то еще и за личные, я думаю, качества. Ну, а то не мне судить. Когда что-то она меня там полюбила еще. Она любила мою музыку очень. Вячеслав Александрович, а вот я прочла, что Тихон Николаевич Хренников в одном из интервью вас назвал человеком чрезвычайной скромности. Ну, я никуда не лезу. То, что меня выгнали из комсомола, это не потому, что если я молчу, я молчу, я никуда не лезу. Но если у меня уж обстоятельства или... Я говорю то, что я думаю. Однажды я вылез на собрание, да, причем я вовсе не поклонник Солженицына, но я выезжал в Югославию, совсем забыл об этой эйфории, война и мир, мы уже, гран-при и все. Я уже не боялся ничего. И вдруг начали выгонять. Вторая волна была против Солженицына. На спортсобрания, значит, общие с беспартийными там собрали. А я встал и сказал, не подписывайте. Вы его про глини не читали. И никто не подписал. А начали с нашего союза, потому что наш союз, как считали, ну, самый такой подонок. Не подонки, а такие слабые. Вот, решили с нас начать. Ну, решили, союз не подписал. Решили, никто не подписал. И все союзы не подписали. Вячеслав Александрович, а почему вы из кино-то решили уходить тогда? У меня были разные причины. Во-первых, у меня очень много, я чувствую, что я в кино... Ведь что, как я себя спасал? Кино от немало времени много. И кино, ну что, кино посмотрели, потом угодно полк, потом опять возобновляется. Это же, в общем, не искусство. Это мы бываем, как искусство. Это редкие люди, он там Тарковский, он Рачук, там Кончиловский, которые редкие. А в общем, это не искусство, это шоу. И даже их имена, если они настоящие, великие шоумены, они великие режиссеры, они шоумены. Это искусство состоит с одним человеком. И то почувствовал Чаплин, который хотел сделать и музыку сам, и сам сыграть, и сам сценарий, и все. Ну, как только появился звук, как появилась большая зависимость от техники, от успехов цивилизации, все, он исчез, он остался побледнен. Он невольно изменяет замысел. Особенно, если он чуть-чуть не талантливый. Посмотрите, как он изменяет. Посмотрите, как я влиял на них сильно. Они же со мной, они в меня вцепились. Там драка была, споры были между Тарковским, и Бондарчуком. Он же что-то на друг заходил, бросал. Чертой мать, ты что, на Рублеву нашу музыку относишь? Или это, я говорю, ну что, что я так, что ли, мало идей у меня, что у меня есть и для вас, и для него. И все, ну, это не, ревнование так. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что мы очень похожи с ним по характеру, по темпераменту, по взглядам на жизнь, на мировую культуру. Это очень, конечно, объединяет, очень много точек соприкосновения. И оба такие, как бы, коммуникабельные, за словом, в карман не полезем. И при первой встрече хотелось так, как бы, наговориться, наобщаться, что не хватало чуть ли не воздуха. Он сказал, в общем, пытаясь процитировать классика одного, сказал, что ведь область или территория культуры и искусства, это не только прекрасная такая, как бы, поляна, это страшная и трагичная территория, на арене которой происходит ежеминутная битва между добром и злом, а поле битвы сердца людей. Вот почему театр весь жива, и почему она все-таки искусство? Хотя ли содействие, как вы знаете, Господу не угодно. Это надо еще долго думать, какую пользу ли оказывать. Сейчас театр заменил фактически искусство. Сейчас везде театр, театр, актеры, свои биографии рассказывают, кто кого на кухне обварил, все это неинтересные люди, занимаются все это телевизионное время. На самом деле театр, чем он? Его можно три раза спектакль, в один день сыграть по-разному, потому что разное настроение, оно живое, вот сейчас действует. Кино, извините, вы зафиксировали, как считается лучший вариант. Все? Нет, ну вы-то ушли оттуда. А я ушел почему? Во-первых, вот это обстоятельство. Во-вторых, когда я, ведь мы получали 31 минуту, за 31 минуту получали, нам платили. Все остальное это мы ударили. А я писал, в кинематографе, вот скажем, в «Войне и мире» семь часов музыки, восемь часов с половиной фильм, первый этот вариант, семь часов музыки, а я написал там 13 часов. Все эти-то, сколько я там часов лишних написал, все девять симфоний Бенховена. А сейчас вас приглашают в кино? Часто много приглашений? Нет, ну приглашают много, но у меня и Голливуд приглашают. Я никогда не соглашаюсь. Я всем объявил очень, вот сейчас в интернете объявил, что мне надо. Ну, сюда приходил, и Брабин Беков, и Досталь, все самые богатые эти продюсеры, и Брабин Бевани. И вот сейчас с монголом своим приходил этот Бодров, слушал музыку, я вижу, что ему нравится, у него слезы, но зачем мне эта монгольская сейчас тематика? У нас фактически такой геноцид русских идет сейчас в стране, ноги об нас вытирают, что нам сейчас не до жира быть бы живы, а я буду в свое, у меня много незаконченных именно русских и православных сочинений, которые лежат. Видите, у вас шкаф, 12 произведений крупных, мне их надо заканчивать, они не закончены, там три оперы, три балета, три симфонии, три оратория, Сергий Радониский лежит, не законченный. Конечно, у меня нет. Я именно относясь к ним очень хорошо, ну, с Игорь Радонисом мы себя знакомы, а теперь он продюсер стал, богатый. У меня они прямо деньги на стол поносили, у меня продвесы и контракты ответственные, ну, по 100 тысяч долларов поносили. Ну, я говорю, не в деньгах же дело, но ведь я писал даже бесплатно, а первые фильмы Тарковского-Началовского, я вообще без денег делал. У меня не в деньгах дело. У меня жена, она гормит. Всех денег не заработаешь. А Мандальчук-то вообще говорил о деньгах, как где большие деньги, там большая грязь, говорил Сергей Федорович от его слова. Так что я в эту грязь и не стремлюсь. Конечно, хорошо иметь денег побольше, потому что есть и родственники, есть сестры больные, которые могут помочь, когда побольше. Но на самом деле, если ставить зависимость от этого наших светлые и важные помыслы, связанные с культурой, быть достойными нашей величайшей культурной традиции, придется себя ущемить чем-то. Потому что все денег не заработаешь. Весь, все эти шоу не обслужишь. Но если предложат русскую тему в кино, вы согласитесь? Вот достойный я сказал. Он уже когда штрафбат мне предложил, я говорю, ну что же, во-первых, вранье. Я сын военного. Мой папа три войны сломал, офицер. Я отца почти не видал из-за этих войн. Финская, отечественная, японская. И в результате я знаю, потому что это среда, это не брехня, что шпана у нас выиграла войну, что шли за ней какие-то НКВДшники. Ни черта подобного. Мы выиграли войну, потому что мы в один какой-то момент важный простили друг другу все, что до этого наделали. И вот это прощение друг друга и почувствовать одну цель, что вот это идет страшное. Что у нас уже не будет кому с кем ссориться, кому с кем спорить. Потому что из нас делают просто мыло, как они делают. Вот. И в результате мы победили по этому. Конечно, были участки фронта, где нужно были эти СМЕРЖевцы, где там шпионаж работал же, великолепные. Наш, даже санкарит либо не просто. Но это естественная обычная техника войны. Но вовсе это не тот принцип, чтобы делать штраф БАД и показать, что именно это нас привело к победе. Брехня. Вячеслав Александрович, ну вот все-таки о славе. Премьера вашей первой симфонии. Звонит Орам Почетурян, который был на концерте и который плакал при всех. Когда я жал в ланец, он взял меня за руки и не пускал. Так держал, говорил что-то, я уже не помню, что-то хорошее. Я чувствую, как мне на руки падают его слезы. Он был такой, при первом ворове очень, такой человек откровенный. Он потом мог передумать что-то, еще там, не дать статью или что-то. Сейчас я хочу спросить, а вам свойственно быть сентиментальным? Вот вы, что-то вас трогает до слез? Я от красоты плачу. Вот красивая музыка, я не могу быть зависимым, потому что как только мне нравится, я плачу. Меня сразу легко поймать. Вот некоторые люди завидуют, начинают там все скрежать, даже некоторые талантливые. А я, наоборот, у меня сквоза, вот тут жалко, нет, много знакомых, люди это знают. Я у меня, я не стесняюсь этого. Бываю я очень суровым, не знаю, бываю лезлым, по-настоящему, но хватит так, что я резко, все-таки я боксер второго разряда. И вот Рихтер, например, так сильно избил пианиста, потому что я никогда особенно его как музыканта не ценил. Я и сейчас считаю, что он не был большим музыкантом. Но он был замечательным пианистом, в смысле техники, всех гамм. Но он был человеком не той ориентации, вот, ну, а я другой, я известный любитель женщин полуможки. У меня были, но я не скрывал. Но он все время ему нравился так, он говорит, у меня второй раз как по боксу. Ну, я его ударил как боксер. Я его так ударил, что он чуть не умер. Он здесь согнулся и еще добавил. Я сказал, что последний раз. И он меня едва выдавил. Я выходил на второй этаж, это я взял. Я говорю, может, рок-су, что ты наделаешь? Я говорю, хватит, мне надоело так. Вот. И он сказал, я вам это никогда не прощу. Я помню, сквозь зубы. Наверное, он мне рядом его портил много в мире. Есть ли ситуации, где вредят моим идеалам, моей родине, которую я продолжаю любить, несмотря на весь трагедии, весь ужас, что с ней происходит. Я виню наш народ в этом. Наш народ себя ведет недостойно сейчас. Наоборот, надо сейчас мобилизоваться, вставать, хватит пить, хватит сширяться этими иголками, а девушкам торчать на этих панелях, понимая, что жить надо и все. Но не таким образом надо выживать. Есть другие пути. Мы виноваты в том, что... Но с детства, к сожалению, потому что папа, мама уже пропали. Некому пример подавать. А пример, который нам подает общественность, который действует у нас через радио, это не все. А он нам проет плохой пример. Они снарочно уничтожают. То, что человек отдельно, а талант отдельно, вы с этим согласны или то же самое? Нет. Это не человек и талант делится. Нет. В человеке все это присутствует именно в этом сосуде. Вот. И талант, и несчастный опыт, и удачный опыт, все-все. Так что это так не делится вообще. Талант есть талант. Вене и злодейство, гений, во-первых, употреблен неправильно в данном случае, потому что злодейство это, так сказать, бытовая вещь, а гений это даже не суть, это проводник. Что такое гений? Это место наше, когда мы между чем-то высоким и людьми. Гений это проводник между людьми и высоким началом. Он даже, может быть, и не очень с точки зрения оценки такой талантливый, неталантливый, даже что не идет. Просто это и вот такой путь. «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok